Особенности проведения процедуры итогового экзамена, из каких заданий состоят контрольно-измерительные материалы, минимальное количество баллов для получения аттестата и поступления в ВУЗы. На эти и другие вопросы в рамках видеоконференции в режиме реального времени ответил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов. Он провел всероссийскую встречу с родителями по вопросам проведения оценочных процедур. Участие в виртуальном собрании приняли выпускники и родители Ненинского округа. Будущий абитуриент Санкт-Петербургского экономического университета Кирилл Яновицкий не скрывает. Больше всего переживает за профильную математику. Именно поэтому основной упор молодой человек делает на этот предмет. Я готовлюсь, прорешивая тесты и хожу к репетиторам и на доводзорской подготовке. Вообще ты волнуешься? Ну да, сильно волнуюсь. Волнуются, конечно, и родители. Ведь результаты ЕГЭ во многом определяют будущее ребёнка. Именно поэтому мама выпускника Галина Родчева пришла на встречу с представителями Рособорнадзора, чтобы ещё раз уточнить все нюансы и задать интересующие вопросы. Как в этом году будут экзамены, да? Что там будет нового? Что-то там, не знаю, какие-то там... Что там посложнее будет, да? Ну, чтобы как-то помочь сыну, успокоить его, чтобы он не волновался, чтобы всё было хорошо при сдаче экзаменов. Главное, отмечают специалисты, во время подготовки к итоговой аттестации сохранять спокойствие. В первую очередь, родителям. Сегодня наша задача, в первую очередь, настроить родителей. Для того, чтобы они создали комфортные условия для подготовки детей к экзаменам. Чтобы они их не запугивали, а создавали и находились сами в спокойных условиях. Для того, чтобы ребёнок это чувствовал, для того, чтобы он понимал, что у него есть поддержка. Зачастую все переживания основываются из-за постоянных изменений и нововведений. В этом году, уверяет руководитель Рособорнадзора Сергей Кравцов, проведение государственной итоговой аттестации не претерпело никаких изменений. В третий год подряд экзамен не претерпевает серьёзных изменений. И все правила проведения экзамена до 1 сентября, как нужно, публикуются все демоверсии, кодификаторы, и они не меняются в течение года. Поэтому в этом году, в едином государственном экзамене, те изменения, которые сейчас обсуждаются, в части устной, части по русскому языку, новой модели литературы, это в будущем. Это не в этом году. В этом году мы до 1 сентября правила объявили. Они такие же, как и в прошлом году, и меняться они не будут. Что касается перспективы, то, возможно, совсем скоро у девятиклассников появится возможность максимально полностью раскрыть свои творческие способности в устной части по русскому языку. Сейчас этот вопрос находится на стадии активного общественного обсуждения. Напомню, итоговый государственный экзамен в этом году будут сдавать 296 человек. Из них 252 выпускника текущего года и 44 выпускника прошлых лет. Самые главные испытания для окружных выпускников состоятся в трёх пунктах проведения экзаменов. На базе 1-й и 5-й школ Наринмара и в Ниницком региональном центре развития образования.